В 2022 году Южная Корея начала наращивать производство вооружений быстрее всех в мире. Например, один из южнокорейских оборонных заводов производит 14-колесные 47-тонные гаубицы К-9. Дальность стрельбы таких самоходных артиллерийских установок 40 километров. В 2022 году Польша заказала 212 таких гаубиц. Сеул уже поставил в Варшаве 48. По словам руководителя Южнокорейской оборонной компании, таких темпов производства не может достичь ни одна страна в мире. И все благодаря высокотехнологичному роботизированному производству, на котором задействованы специалисты самой высокой квалификации. Мы способны поставлять продукцию в кратчайшие сроки. Например, на создание одной гаубицы с нуля уходит от 3 до 4 месяцев. У южнокорейской военной промышленности есть одно ключевое преимущество перед другими странами мира. Она всегда была готова к войне. Ли Кенг-Хун – руководитель производства оборонной компании. В интервью изданию «Japan Times». В прошлом году Сеул заключил сделки на экспорт своего вооружения на более чем 17 миллиардов долларов. Южная Корея намерена войти в число ведущих мировых экспортеров оружия после США, России и Франции. Если страны, как США, сосредоточились на создании высококлассных вооружений, самолеты и атомной подводной лодки, то Южная Корея сосредоточилась на других видах вооружений, таких как артиллерия. Но теперь она также стремится экспортировать на Запад более совершенные военно-морские разработки. На одном из оборонных заводов Южной Кореи уже строят новейшие подводные лодки КАЭСС-3. Их собираются экспортировать в Польшу и Канаду. Здесь мы производим корпуса подводных лодок и тестируем их под давлением. Около 90% нашего завода автоматизировано. Компания планирует удвоить производственные мощности по выпуску подводных лодок к 2027 году. Эти модели могут помочь укрепить НАТО. Подчеркивают в Сеуле. В кулуарах Генассамблеи ООН генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, война России против Украины доказала, что безопасность больше не является проблемой регионального уровня. То, что происходит в Европе, имеет значение для Азии. То, что происходит в Азии, имеет значение для Европы. И это также причина, по которой такие страны, как Южная Корея и Япония, крайне обеспокоены войной в Украине, поскольку они знают, что если президент Путин победит, то это снизит порог применения силы для президента Си. И они очень внимательно следят за этим. По мнению аналитиков, если Москва начнет закупать вооружение КНДР, это может вынудить Сеул пересмотреть свою осторожную внешнюю политику в отношении войны России против Украины. Если это произойдет, я думаю, что вероятность того, что оружие южнокорейского производства, экспортируемое в Польшу, будет использовано для оказания помощи Украине, более чем 50 на 50. Экспорт южнокорейского оружия, особенно гаубиц К-9, будет очень ценен для Киева. Их наличие на передовой будет иметь огромное значение для Украины. Чхве Гигиль, военный аналитик, в интервью изданию Japan Times. Южная Корея не продает вооружение участникам активных военных конфликтов. По словам южнокорейских журналистов, Сеул получает все больше сигналов со стороны США и НАТО, чтобы предоставить Украине не только нелетальную помощь. Но главное – сближение КНДР и Китая с Россией может представлять угрозу для самой Южной Кореи.